Внезапное постарение. Так называют сегодняшний праздник многие гости. Что скрывается за этой фразой, разберемся прямо сейчас. Интригу зрителям раскрыл театральный домовой Кутере. Он, как любой дух-хранитель, прекрасно помнит первый спектакль сестер Знаменских Милица и Аделаида. Это они, первая сказочница города. Рязанский историк Александр Никитин нашел информацию в архивах Рязанской области о деятельности Рязанского театра кукол. Очень большое количество исторических архивных материалов. Это и рецензии в газетах, большое количество материалов, публикаций о том, сколько спектаклей, какие это были спектакли, какое количество зрителей. Вот так и вышло, что 6 апреля 2022 года театр весело и ярко празднует свои 95. Под музыку и танцы. С легким налетом, светлой печали в памяти о тех, кого уже нет. Но кто навсегда вписал свои имена в историю театра. Кстати, здание, в котором располагается современный Рязанский театр кукол, тоже празднует свой юбилей в этом году. 40 лет. В 1982 году это помещение появилось не без участия Надежды Чумаковой, которая тогда была главой города. Тогда заветный ключик от сказочного дома получал Валерий Шацкий, теперь уже легендарный худрук театра. 40 лет зданию исполнится 4 сентября. С этим событием мы еще поздравим волшебников, живущих здесь. А пока с солидным юбилеем. Поздравления от гостей, друзей, взрослых, которые до сих пор любят сказку. Самый лучший театр, самые лучшие постановки. Я никогда не пропускаю премьеры и их фестивали. Это супер. Я не знаю, тут какая-то особая атмосфера. Молодцы. И вы знаете, я совсем недавно был на спектакле на одном куклем театре. И скажу, что у театра кукол потрясающая команда актеров, потрясающая команда режиссеров, потрясающая команда руководителей. С днем рождения! Мы знаем, насколько театр кукол успешен. Мы знаем, какие классные фестивали проходят в его стенах. Мы знаем, что театр стал обладателем золотой маски. И те спектакли, которые делают актеры, постановщики, художники, бутафоры этого театра, всегда оставляют яркий след душе. Театр кукол, он навсегда, он на века. И даже когда будет театру 200 лет, 100 лет, то все равно он всегда будет молод душой, всегда он будет задорный, всегда он будет яркий. Я хочу поздравить наш прекрасный кукольный театр с такой датой. Действительно, он очень молодой, потому что цифры, они, в общем-то, ничего не значат. Эти цифры созданы для того, чтобы был повод собраться и отпраздновать. А в душе, действительно, мы очень молодые, современные, яркие и готовы удивлять. Дорогие кукольники, дорогие волшебники, я с большой радостью поздравляю вас с днем рождения. Моя сказка здесь живет уже год, у нее сменился состав актерский. Что умеет делать театр кукол, это создавать истории, которые одинаково интересны и родителям, и детям. 95 цифра, скрывающая многое. Известные на весь мир фестивали, гастроли, международные проекты, золотая маска. Впереди еще столько всего. Огромная дорога с массой новых сказочных историй.